Всем привет, вы на канале мистер кубик. Уже совсем скоро на Корее поставят июньский патч, который внесет некоторые довольно-таки спорные изменения. К примеру, будет добавлена система для замены и модернизации частей наземного транспортного средства, на примере кораблей. Разного типа техника будет обновляться поэтапно, и во второй половине года мы также увидим изменения с техникой. И насчет этого у меня уже есть некоторые новости и личные предположения. Данное же изменение безусловно является плюсом, сейчас вы сами все поймете, что я имею ввиду. Скажем так, это видео у нас бочка с медом, а вот следующее видео будет включать несколько ложек с дегтем. В данном обновлении можно будет модернизировать болид, страдар и танк. Напомню, страдар это транспорт, который вы получаете за выполнение достижения, связанные с транспортом. Каждое транспортное средство немного отличается друг от друга, но в основном оно будет состоять из капота, корпуса, колес, боковины и специального оборудования. Каждый слот может быть оснащен только с соответствующими деталями. И в зависимости от типа данных деталей, дополнительные характеристики транспортного средства могут быть улучшены. Ну, например, как скорость, здоровье, маневренность, урон и прочее. Также разработчики говорят, что продолжат вводить различные запчасти для транспорта. Мне уже нравятся данные изменения, а как вам? Что бы вы может быть добавили новенького, пишите в комментариях. Детали для наземного транспорта мы можем скрафтить и улучшить. Здесь у нас подобная система, как и с корабельным оборудованием, то есть здесь все вспомнят старую систему заточек, а не этот синтез. Сейчас для любого типа корабля есть специальное место, маяк, где их можно починить, а также поставить различные корабельные оборудования. Так и для наземного транспорта появятся специальные места с такими же функциями, как и маяк. И если говорить о ближайших будущих изменениях с наземным транспортом на Корее, то в июле будет добавлено новое событие, связанное с машинами. И скорее всего это новая арена, где конечно вы будете соревноваться на машинах, и арена будет в стиле батл рояль. Типа сейчас у нас есть на катерах, а на Корее появится на машинах, где как раз на данной арене будут использоваться изменения с транспортом. Разработчики просто сказали, что нас ждет некая события. Про арену они ничего не говорили, это я предположил. Как по мне, скорее всего она же и будет арена, и я бы честно говоря хотел посмотреть на арену на машинах в стиле батл рояль. И это еще не все. В августе разработчики собираются добавить эти изменения на осаде замков. Появится ли возможность вызывать свою технику, пока не ясно. И тут я уже пару минут слышу, как кричат игроки. Что с тракторами, что с тракторами, что с кабриолетами, что с кабриолетами. Пока нет никакой точной информации, когда они будут меняться. Возможно, что это уже будет также в июне на Корее. Но этот тип наземного транспорта имеет уже другое направление. Проще говоря, направлен на то, чтобы возить паки. Так что вполне вероятно, что у них появятся ячейки для ящиков, как уж хун. И можно будет сделать и поставить новые ящики. Но это пока что мои предположения. Про крузер вообще ничего пока не сказано. Но если он и будет модернизироваться, то скорее всего также в направлении паков. И под конец вот вам еще одна вишенка на торте. Здесь нам разработчики показали некоторые варианты оборудования в третьей эпохе. И если посмотреть на описание, то даже без перевода все понятно. Сначала мы видим перечень транспорта, куда можно это поставить. Потом мы видим защиту, сколько она дает. Это 30 тысяч. Здесь у нас и вес, который имеет данное оборудование. Это, допустим, 10 килограмм на этом скриншоте. Плюс 2% это эффект. Сейчас я вам о нем скажу. Ну и в принципе самый эффект вкратце написан зеленым текстом на всех остальных скринах. Допустим, здесь у нас получаемый урон от осадного оружия уменьшен на 2%. А защита и сопротивление увеличены на 30 тысяч единиц. Далее, напомню, я читаю зеленый текст. Здесь у нас урон от осадного орудия увеличен на 1%. Защита и сопротивление увеличены на 20 тысяч единиц. Здесь у нас здоровье увеличено на 1000 единиц. Это вообще копейки. Защита и сопротивление увеличены на 20 тысяч. Далее у нас одинаковые эффекты. Здесь здоровье увеличено на 77, 97 и 87 тысяч. Далее у нас пушка. Здесь даже без перевода понятно, что она бьет на какое расстояние от 5 до 30 метров с радиусом 3 метра. Урон 6200-6300 тысяч. Снаряды вылетают со скоростью 40 метров в секунду и КД 2 секунды. Это у нас получается довольно-таки скоростная пушка. Ну и последний скриншот это колеса. Ну и понятное дело, что делают колеса? Логично. Увеличивают скорость передвижения. Ну и здесь у нас на 6%. Вот такие вот изменения в плане техники и побольше информации мы получим уже после установки самого патча. Но лично мне даже этой информации уже хватает, чтобы мне понравилось данное изменение. Свои же мысли и мнения пишите в комментариях. Если вам данное видео понравилось, не забываем прожать лайки. Ну а чтобы ничего не пропускать, подписываемся на канал. Ну а на этом пока что у нас все. Всем до завтра.